Масказ, Горьяк, билдь мне ахоми, вови мне двор. Масказ закончился, причем ничем. К сожалению, пришлось дисквалифицировать игрока под Никома Нидзука. Очень жаль, я бы хотел посмотреть его матч против Ежа. Но, по всей видимости, у него недостаточно времени, чтобы сыграть свои матчи. И, в общем, да. По поводу матча Боромера и Суслика. Там какие-то заминки, короче, его тоже не сыграли. Мы его пропускаем, я посмотрю потом, какой будет счет и просто впишу в табличку, кто пройдет дальше. Итак, сегодня у нас Князь Еж против Мистера Смока. Новая карта из 2.0.2, Броды номер 3. Слева у нас Князь Еж за Мглистые Горы. Стандартный старт в казарму. Даже немножко медленное развитие, я бы сказал. Но карта очень большая, поэтому здесь это, в принципе, идеально. Мистер Смок играет примерно так же сейчас. Давайте быстренько пройдемся по карте. Здесь центр намного-намного шире. То есть здесь намного больше территории для маневров. Также фланги тоже были расширены. То есть здесь аж, я не знаю, 3, наверное, экономики можно впихнуть. То есть вполне достаточно всего. По стандарту тролли возле таверны, но возле сигналочек, которых не было вообще. Возле сигналочек паучки. Очень легко можно их закрепить. Также есть крип варгов по флангам. Мы видим, что Мистер Смок уже готовится высаживаться сверху. Ну и, разумеется, здесь также параллельно все одинаково. Вторая казарма появилась у Ежа. Два отряда у него уже в тоннеле сидит. И, кажется, он сейчас должен запалить. Нет, нет. Прям по краешку обзора проехал царабо... Или запалил. Запалил, запалил, да. Окей. Но у него будут проблемы, потому что гоблинов недостаточно будет задефать. Вот это вот он, разумеется, идет на снос шахты, потому что, ну, отбиваться от этих ребят было бы глупо. Мистер Смок сразу же ее делитает, потому что защитить ее не представляется ему возможным. И Мистер Смок делитает свой тоннель. Уходит рабочий на мид. Что мы здесь видим? Мы видим рой гоблинов. Мистер Смок, кстати, нежелательно под крепостью сражаться, но он пытается забайтить своего противника, кажется. Нет, я ошибся. Мне казалось, что он пытался забайтить, чтобы Еж снес этот отряд, а чтобы этот пробежал на ключевой тоннель. Но, по всей видимости, Мистер Смок решает сражаться, и этот размен не в его пользу, потому что, ну, потери, потери гоблинов, это не так уж и плохо для Ежа. И получается, что пол тоннеля снесли гномы, ну, пусть где-то два отряда гоблинов. Крепость тут, в принципе, зарешала плохой размен. В это время Еж захватывает сигналку на территории Мистера Смока. Как же печально, что Мистер Смок выбрал серый цвет. Я ни хрена не вижу на радаре. А он, окей, он по центру пытается постройку возвести. Еж себе, видимо, хочет возможность оставить для захвата тролля. Или просто хочет обзор иметь возле таверны, чтобы знать, захватил ее Мистер Смок или нет. Потому что это гном, ну, вы сами понимаете. Таверна очень ценна. Но Мистер Смок уже захватил таверну на другом конце карты. Это более рискованный ход. Но в любом случае карта большая. И сложно будет защитить по максимуму обе таверны. Так что, наверное, без разницы, какую захватывать. Гоблины снова пробегают мимо. Не замечают они шахту. Она слишком далеко построена. Разведочка от Ежа. Высадка от Мистера Смака неудачная. Минус рабочий. Вряд ли копейщики смогут что-то сделать. Я бы на месте Мистера Смака сейчас засаживался в шахту. Но нет, он решает сделать еще одну высадку. В это время Еж подкрепление подкидывает. Ну, эти гоблины погибнут, скорее всего, без шансов. Возможно, даже эти погибнут. Но копейщики не самый лучший юнит для сражения с мечниками. В центре пробегают два отряда. Еж сносит свой тоннель. Еж крепит пауков. Продолжает крепить. И снова будет захватывать уже вторую сигналку. До сих пор пасутся гоблины на базе Мистера Смака. Не решается Еж пока что нападать. Возможно, просто занят вот здесь контролем. Гномы наседают потихоньку. Здесь им удалось пробиться полностью. И они теперь смогут разменяться на один тоннель. Напоминаю, что Мистер Смок сейчас проигрывает. Потому что он потерял рабочего. Но ситуация у него не из самых плохих, в принципе. Попытка будет снести сейчас ключевую шахту. Один отряд третьего уровня. То есть, скорее всего, Ежу удастся это сделать. Даже несмотря на то, что здесь высадилась целая куча ребят. Третий уровень дамажит здание очень даже хорошо. И к тому же, был потерян в основном отряд первого уровня, а не третьего. Неплохо. А вот это, конечно, печально. Они, по всей видимости, играют с кольцом. Но я надеюсь, что это просто была ошибка, кто хостил Ежа. И он не будет его использовать. Потому что это будет нечестно. Вне зависимости от результата матча. Это будет нечестно. Горкил. Появился. Неплохой урон, кстати, он получает. Но здесь гномы погибли. Насколько я понимаю, они смогли забрать два тоннеля. И камбэкнулся сейчас мистер Смок. Он сносит Ежу у одного работягу. А значит, они сейчас идут на равных более-менее. Но правда, у Ежа появился горкил. Которому, к сожалению, для Ежа не удалось пока что раскачаться. Ему нужен хотя бы второй уровень, чтобы сейчас поставить здесь тотем. Чтобы лучникам легче было отбиваться от гномов. Гномы тупо танчат. Минус еще один тоннель. И попытка провести лучников. Тыл будет сейчас дабл захват. Второй тир у мистера Смока. Но, разумеется, ключевая шахта приносит бабосы. Пока что без выхода в героев или в повозки. Стычки под крепостью Ежа. Ну, здесь, конечно, мистеру Смоку сражаться невыгодно. Но так как он гном, он и отступить не может. Поэтому он вынужден отдать свои отряды. Хотя забрал он, я думаю, вполне достаточно войск. И размин у него хорош. Был. У Ежа паучки появились. Возможно, он опасается какую-то повозку. Шахта возле второй сигналки. Неплохое количество гномов. Попытка спасти один отряд копейщиков третьего уровня. Но не хватает немного мистеру Смоку контроля. Третий уровень. Это довольно-таки мощный юнит был бы. Возможно, он его спасет. Надо просто увезти, чтобы хотя бы один копейщик заспаунился. И все будет у него хорошо. Попытка убить... Ну, я, короче, понял, почему он не контролит. Он попытался убить Горкила. Это было очень заманчиво, как бы. Но, к сожалению, для него Горкил уходит. И из-за этого еще его два отряда лучников оказываются в окружении паучков. Без шанса отступления какого-либо. Мне это довольно-таки грустно. Это 700 монет просто в трубу. Были выброшены. Подходит отрядик в тыл. Да, они не пользуются кольцом. Замечательно. Ёж захватывает троллятню. И мы уже видим первого тролля с дубиной на поле боя. Мне кажется, сейчас даже у мистера Смока здесь преимущество. Сносится тотем. Замечательно. Но, кстати, это немного расточительства было использовать черные стрелы. У тотема очень мало здоровья. И лучники могут его просто за залп снести. Но, тем не менее, главное, что мистер Смок его снес. Потому что под тотемом гоблины-лучники очень много урона вливают. К тому же могут кайтить. Так что гномам сложновато будет без своих лучников от этого отбиваться. Еще одна высадка. Мистеру Смоку уже удается целую линию из шахт выстроить. Что позволит ему даже отступить при такой нужде. Практически добивает тоннель. Прям в тыл пробегают. Три. Три, да, три отряда. Это может быть заделано снос казарм. Что будет сейчас происходить. И это очень плохо для ежа. Потому что ему и так сложновато сейчас отбиваться. А теперь у него в два раза меньше подкреплений внезапно станет. Ну, пауки не считаются. Они против гномов мало что смогут сделать, на мой взгляд. То есть тут как бы самое важное это лучники. Либо во что-то другое выходить. Подстраиваются дополнительные тролли. Мне бы интересно, куда делся первый. Неужели мистер Смок его убил? Мне кажется, ежу сейчас нужно подводить тролля. Хотя бы этого под свою крепость. Иначе если он сейчас не сможет отбить всю эту пачку, то он проиграет. Давайте посмотрим, что у него есть. Он вышел в мародерку. Что очень хорошо для него. Потому что экономика его явно не крепчает. Мистер Смок пытается снести еще одну казарму. Еж уже побеспокоился о том, чтобы построить дополнительную. И это минус тролль. Не хватило контроля ежу. Надо было его отвезти подальше. Да, печальная картина для ежа. Потому что мистер Смок контролирует все его возможные точки постройки подкреплений. Минус еще один тролль будет. Очень много денег было слито просто так сейчас. Но это, конечно, еще не поражение. Но выглядит все так, будто еж проиграл. На базе, конечно, ему удается отбиться. И у него остается одна казарма. Строится вторая. Но эту точку он потерял. Это была очень ценная точка. Захват у него будет не скоро еще. А, потому что он захватил варгов. Вот это неплохо, кстати. Очень даже неплохо. Зачистка шахт будет довольно-таки медленной. Но с помощью варгов она ускорится. Также здесь отряд. А это, видимо, просто оттуда построен ранее. Да, они намного лучше сносят. И, кстати, с Горкилом можно бегать. У Горкила есть пятый уровень. Ну-ка. Да, он был коронован. То есть колба. Ну, не такое мощное оружие, конечно, против гномов. Но, тем не менее, это неплохо. К тому же гномы в одной точке кучкуются. И можно будет задеть большую часть войск мистера Смока. Минус один отряд лучников. И мистер Смок в это время выходит в День Дурина. Вся его армия внезапно усилилась. Я понял, почему он играет в День Дурина, а не в Гендальфа. Он, видимо, хочет, чтобы его двадцать пятка по армии могла нормально продамажить, а не по зданиям. То есть он хочет выйти в правую. Полетела колба. Ну, не очень много, конечно, отрядов здесь. Но, тем не менее, это хоть какой-то урон. Мистер Смок контрит ее хилкой. И, увы, увы. Еж не сможет убить этих воинов. Но, тем не менее, размен, конечно, хороший. Потому что колба намного быстрее откатывается, чем хилка. Ну, хотя, учитывая, что у мистера Смока нет героев, и он в них не играет, то потеря хилки это не такая большая проблема. Вот потеря Горкила это будет большая проблема сейчас. Ему надо отойти, отхилиться, либо стоять возле лучников, чтобы получать сплит экспы. Под тотемом хорошо себя чувствуют лучники, но уже видно, как сложно убивать гномов, которые с дополнительными статами. Мистер Смок решил запушить вверх. И это довольно-таки ценный крип сейчас будет потерян. Я вижу всего один отряд варгов на карте. А, не успел, не заметил он рабочего. Жаль, конечно, мог бы разменяться. Ну-ка посмотрим. Возможно, Ёж хотел бы захватить этот крип, но он уже был разрушен. Скоро снова пойдут атаки на его основную базу. Мистер Смок здесь неплохо так укрепился. Очень много шахт, из которых можно высаживаться. А вот в тылу у него защиты практически никакой нет от варгов. Но всего лишь одного отряда копейщиков будет для этого достаточно. Горкил пытается захватить таверну. И он сейчас рискует погибнуть. Ему нужно отойти срочно. Повезло ему, что у Мистера Смока здесь нет копейщиков. Иначе он мгновенно бы умер с таким-то количеством здоровья. Тем не менее, Йжу удается забрать на халяву один отряд лучников. И я думаю, что эти... Да, эти парни по сути тоже без размена какого-то умрут. Полетела колба. И скорее всего сейчас Йош очень сильно пожалеет. Во-первых, минус Горкил может быть. Во-вторых, можно было на всю армию ее закинуть. И это было бы намного-намного выгоднее для него. Захват таверны. На некоторое время он... Погодите, они разве умрут? Я думал, они переживут колбу. Да, они умирают все. Офигенно! То есть Йош сейчас может на халяву зачистить несколько шахт. В это время массированная атака на базе Йжа. Мистер Смок призывает огнедышащего глиста. Наоборот. Йош призывает... Пардон. Огнедышащего глиста и все гномы. Мистера Смока погибают. Но так-то это неплохой размен для Мистера Смока. Он потерял около четырех отрядов. Которые все равно бы погибли здесь. Потому что количество лучников аж зашкаливает. Плюс там еще тотем стоит сзади. Вот. А так он забрал третий тир. Ну, типа на четыре отряда третий тир разменять. Я бы не сказал, что это прям таки успех. Так что нормально. К тому же... Давайте посмотрим. Да-да-да. Мистер Смок выигрывает. Причем очень сильно выигрывает. У него скоро будет двадцать пяточка. Минус рабочий сейчас, скорее всего. И если ему удастся провести какую-то массированную атаку прям на базу ежа, появился Балин. То он сможет воспользоваться двадцать пяткой, пронести всю армию и просто пойти в тупую проносить здание. Вопрос только в том, удастся ли ему это сделать. Но шахт у него достаточно. С разных сторон можно высаживаться. Здесь у него явно преимущество. Он заборит всех этих лучников. Также постоянно подкрепления в шахту залезают. Здесь целая куча гномов. Одно очко отделяет его от четвертого тира. И что самое грустное для ежа, я не вижу, чтобы у него была какая-то мощная армия. Двести восемьдесят. Ну пусть триста. Триста предела населения. На семьсот. Ну такое. Ему, конечно, удается... А нет, пардон. Я думал сказать, удается удержать две таверны. Но нет, только одну. Тем не менее, этими рабами можно неплохо так посносить здание. Припишли! Мистеру Смоку сложновато будет от этого отбиваться. Они, конечно, слабые. Но они очень быстро строятся. И весьма хорошо сносят здание. Я думаю, вы уже заметили. За свою стоимость, по крайней мере, за 100 монет. Если бы у мистера Смока была повозка, он мог бы легко от этого отбиться. Но он играет без повозки. Но с другой стороны, у него целая орда гномов. Так что, возможно, даже это и лучший вариант. Ёж решает играть в призыв крипа, чтобы захватывать его. Чтобы его обилка не была бесполезной. Минусуется Балин. Но при этом я вижу, что на базе целая куча гномов. Их очень сложно будет отбить. Игра зависла на секунду. Я уже думал, что Ёж... О, господи. У меня язык болит. Эти приставки к никам говорить. Короче, я решил, что Ёж сдается. Но, скорее всего, он сейчас сдастся. Потому что... Хрен его знает, как это отбить. Смотрим, есть ли хилка. Есть хилка. Контрится колба сейчас. Также рабочий сейчас рискует погибнуть. И Горкил также. Построились Билл, Том и Бёрд. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там есть копья, как бы. Но вроде как... Да, вроде как они затащили. Потеря одного это не проблема. Они имеют свойство воскрешать друг друга. Это героический отряд. Еще один погиб. Но в целом, окей. Да, неплохо. Они практически себя окупили даже. Новая пачка. Гномов пытается снести крепость. Слишком много рабов уже сверху. Мистер Смак решил их проконтрить. Никак Ёжу не удается похилить своего Горкила. Постоянно ему нужно куда-то его притащить, чтобы он сражался с гномами. Кстати, Смак построил лучников, что удивительно. Возможно, против троллей. Ветераны Коза Дум. Броня на крепости. Две шахты под бафом. А, ну в принципе, да, правильно. Чтобы они быстрее опыт получили. На всякий случай объясню. Чем больше денег приносит вам ферма, тем быстрее она получает за это опыт. То есть все вот эти вот бустилки денежные, они по сути не только вам деньги повышают, но еще и опыт вашим фермам. Что очень даже важно. Неужели Ёж отбился? Офигеть. Пару минут назад я думал, что будет конец игры. Кажись, умрет. А нет, они как-то мимо пробежали. Вот это было бы печально для Ёжа. На каком уровне? На четвертом уровне, по сути, немножечко еще остается. И будет котел. Одна из самых мощных обилок гоблина. Все, минус. Рип. Очень грустно. С помощью троллей Ёж пытается снести несколько шахт. Тролль себя окупил, кстати, сейчас. Убийством рабочего. Теперь-то точно окупит. Ну, практически окупил, да. Новые атаки от Смака. Очень много гномов в центре. Стоп, они с молотами. Немного странные решения использовать для сражения ветеранов Козадом с молотами. Ну, они как бы с любым оружием огромный урон вливают. Но все же выгоднее использовать, типа, ну, специальное, специализированное, точнее, оружие для таких целей. А молотый все же для сноса зданий. Ох, как плохо. Гномы слишком медленные, чтобы сбежать от верма. Но ветераны живы. Их там всего два. Они должны, в принципе, если они сейчас из боя выйдут, они начнут воскрешаться. Мистер Смог решает все равно ими пойти в бой. Минусуется один тоннель. Ёж дамажит свои же здания. Но он, конечно, неплохо так зачистил. Вот теперь третий тир окупился для него. С лихвой причем. Не удается ему сейчас зафокусить ветеранов покоцанных. Тут-то эти все лучники погибнут. Вряд ли гномы смогут снести этот третий уровень. Особенно под вышками еще из крепости. Новый захват крипа. Справа Ёж продолжает спамить. Бомжей. Но это уже не так эффективно, как прежде. И все-таки было землетрясение. Я его прошляпил. К сожалению. Потихонечку копит Смог на вторую двадцать пятку. Ёж скоро выйдет в Балрожика. Но не то, чтобы у него прям быстро очки копились. Потому что войск у него здесь мало. Причем очень мало. И он скоро потеряет все здания. Ветераны Коза Дум практически все восстановились. И Мистер Смог может сейчас снести крепость вполне. Смотрим на базу. Подстраивается дополнительный отряд. Есть еще один на базе. Также под крепость стоят. Пожалуй, я сделаю немного по-другому. Я разделю эти матчи и залью каждую отдельно. Если все матчи будут настолько интересны, как этот, то... Думаю, можно будет отдельно посмотреть. Пошла двадцать пятка. О, повезло. Я думал, не попадет в последнюю вышку. Неплохо, неплохо. Это где-то две с половиной тысячи он сейчас забрал. У ежа. Крепость без защиты. Последняя казарма сносится. Еж пытается хотя бы еще одну вышку поставить. Но если сейчас снесут. Появился два лин. Также три ветерана есть. И должен быть под креп. Вот они побежали. Новые. И это гг. Да, это будет минус крепости определенно. Князь еж потерпел поражение. Первый матч. Один ноль в пользу мистера Смока. Всем спасибо за внимание. В описании под роликом вы найдете информацию о том, где скачать эту игру. Как играть по сети. Куда присылать реплеи. Также можете лайк поставить. Еще можете стать спонсором этого канала. Если хотите меня поддержать. Всем пока.